Здравствуйте! Перед началом выпуска новостей напоминаю о наших социальных сетях. Подписывайтесь на наши аккаунты и будьте в курсе происходящего в регионе. О событиях этого понедельника расскажут наши корреспонденты в студии Антон Александров. И вначале коротко лишь о некоторых темах выпуска. Безопасность и долговечность. Депутаты городского Маслихата проинспектировали ход работ на детских площадках и спортивных объектах. Меняли бутылки на мороженое. В Майкудуке прошла необычная экологическая акция. Художественный шедевр или мультяшная картинка. В центре города появился новый мурал, посвященный 90-летию Караганды. Безопасность и долговечность. Депутаты Карагандинского городского Маслихата продолжают инспектировать ход работ на детских игровых и спортивных объектах. Какие замечания и пожелания они сделали подрядчику в сюжете Ирины Вобещевич? Подрядчик что он выполнит, что вы закажете? Понятно, в рамках подрезки деревьев в дворовых территориях есть отделный подрядчик. То есть до начала работы мы все равно заходим, кранирование, штамп поднятия делаем. В любом случае эти работы проводятся. Ну да, ну если... То есть все связано с безопасностью, мы это понимаем. Ну есть где, у Пуши есть и есть, ну там надо, да-да-да, вот такие вот мелкие вот эти вот нюансов много, но надо ее как бы на месте сразу решать. Брусчатка, бетонограждение и тартановое покрытие. На такой стадии сейчас работы по установке детского объекта на Карбышева-2. А еще недавно здесь был пустырь и дети довольствовались остатками советских конструкций. После мы идем по этапу, это уже у нас детские элементы и спортивные элементы. Они делятся на две части у нас. Спортивные, то есть допустим с левой стороны, детская с правой. Более современные уже какие-то элементы, там бывают даже детские, либо спортивные, что-то уже другой элемент какой-то. Ну у нас есть дизайнеры, с каждым годом мы все лучше и новое как-то разрабатываем. Подрядная организация 15 лет занимается детскими объектами. Говорят, что прежние площадки не сравнить с нынешними. С учетом пожеланий и замечаний, в том числе депутатов, каждый раз вносят изменения. Первые вот эти вот, знаете, да, когда устанавливали, у них качества не было. А сейчас уже год за годом, сейчас вот требуем качества. В том году у меня на прудах сорвался вот это вот футбольное поле, ну как стележ, вот это вот зеленое насаждение, вот искусственное. Она вот сорвалась и парень чуть не погиб. И после этого вот с того года уже начали вот тартановое покрытие. Она лучше и эффективнее. Когда элементы будут ставить в детских площадках, надо еще будем объезжать, смотреть все полностью в плане того на качество. В этом году район Казыбек-Би разбит на три сектора, и каждый курирует депутаты. По бюджету народного участия производятся установки детских и спортивных площадок в 20 дворах. Помимо этого в 16 дворах тоже идет установка по заявкам депутатов, изучивших потребности населения. Нам нужно, да, у нас дети много, для того, чтобы с детьми играть. Мы едем в другие соседние площадки. Пока нравится все, качественно делают. Было бы лучше, если побыстрее все закончили. Сроки окончания также под контролем депутатов. Пока все по графику. В этом дворе на улице СРРК-19 осталось установить горку, тренажеры и качели. Это же еще из советских времен. И старые элементы, которые мы срезаем, демонтируем с площадок, куда мы заходим с ремонтом, мы все эти элементы складируем на площадке. То есть далее мы эти все элементы передаем в органы КСК. Теперь после жалоб населения старыми конструкциями подрядчики не распоряжаются, а жители сами решают, что с ними делать. Только если они будут не нужны, местные исполнительные органы власти их вывезут. Последние два года мы практикуем такое, что во дворы ставим детские площадки 400-1000 квадратных метров. То есть в зависимости от того, какая площадка во двор, скажем так, помещается. Чтобы охватить больше дворов. То есть мы можем делать один большой двор, либо за эти деньги делать условно 7-8-10 дворов квадратурой от 400 до 1000 квадратных метров. И это тоже делается по пожеланиям депутатов, чтобы как можно больше населения почувствовали благоустроительное участие и не оказались обделенными. Ирина Вобещевич, Зухарна Исмахаев, Николай Шевелев, 5 канал. 25 километров тепловых сетей и 14 километров водопроводных. В городе Балхаш активно ведется замена инженерных коммуникаций. Глава региона в ходе рабочей поездки проверил ход подготовки к отопительному сезону. И осмотрел, как ведется благоустройство городской набережной. Подробности в репортаже. Здание аэровокзала в Балхаше ввели в эксплуатацию в 1967 году. Частичный ремонт здесь проводили лишь в 2007. Общая его площадь 1800 квадратных метров. Сейчас здесь ведут комплексную реконструкцию, куда входит еще перрон и взлетная полоса. Производится работа по устройству нижнего слоя бетонного СБ-25. На данный момент сделано уже 80% нижнего слоя. До конца июля планируем завершить и приступить уже к укладке второго слоя завершающего. Работы здесь начали в мае, а уже в декабре подрядчик обещает все завершить. Задействовано 35 единиц спецтехники и 90 человек. Все необходимое имеется, объясняет мырза Нурсикеев. Инертные материалы завозят с Балхаша. Цемент из семьи. Отставания от графика нет, рапортуют чиновники. У нас единственное светосигнальное оборудование. Она придет где-то в ноябре месяце. Может, ее заказали. Откуда заказали? С Европы. Из-за этого она чуть будет затягивать. В ноябре месяце мы ее сделаем. План в этом году закончить все работы этого года. Осмотрел Аким области и как ведется преображение набережной Балхаша. Здесь обустроят новые аллеи, детские игровые и спортивные площадки, велосипедные дорожки, тротуары и многое другое. В рамках рабочей поездки по региону Аким области осмотрел и как идет строительство комфортной школы. Новое учебное заведение рассчитано будет на 900 мест и позволит разгрузить школу-гимназию имени Сифулина. Сейчас уже здание полностью возведено. Идет внутренняя отделка. Школа будет отвечать всем современным требованиям. Переодеваются, играют, отдыхают, читают книги, вот такой вот с корабль. Здесь все развлекательные мероприятия какие-то проводят. В школе-лицее имени Алимхана Ермекова Аким области осмотрел, как провели ремонт. Здесь обновили электрические сети, утеплили стены, приобрели новую мебель в учебные кабинеты. Показали Аким области специальную теплицу, где изучают строение, рост и развитие растений. Антон Александров, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев. Пятый канал. Желали процветания региону. Караганду посетили представители столичного клуба, который на протяжении ряда лет занимается благотворительностью. В их рядах известные личности Казахстана из числа предпринимателей, спортсменов и артистов. Елан Кусаин, заместитель Аким области, встретил делегацию. Я очень рад приветствовать вас на нашей гостеприимной карагандинской земле. Я вот сейчас рассказывал. История, она очень интересная. В этом году исполняется 90 лет нашему городу Караганде, областному центру. Клуб или добровольный союз участников под названием «Джентльменс Клаб», куда входят неравнодушные граждане, в числе которых известные личности, был создан в 2013 году. С тех пор число участников достигло полутысячи человек, а число добрых дел множится. Благодаря вашей поддержке такая насыщенная программа. По Караганде, в области, планируется три дома подарить трём многодетным материалам, одиночкам. Вам хотел бы сказать огромное спасибо всем участникам нашей группы. Сегодня уже на сегодняшний день приехали 20 человек. Это, я считаю, очень здорово, потому что здесь же каждая область у нас набирает обороты. Я хочу, чтобы больше выезжало, чтобы смотрели своими глазами. Группа была создана в мобильном приложении «Ватсап», куда может вступить любой желающий по мере возможности участвовать в акциях клуба. Средства, собранные участниками телефонной группы, направляются исключительно на благотворительность. Это стало целью посещения нашего региона, а именно вручения ключей от квартир, нуждающимся в Бухаржираусском и Абайском районах. В числе гостей были звёзды мирового спорта Серик Сапиев и Илья Ильин, не нуждающиеся в особом представлении. Мы очень благодарны, что ценят наши, отстроят благие дела. Мы будем поднимать Казахстан вместе, будем развивать Казахстан вместе. Чтобы наша страна развивалась, побеждала. Ну и была она, кстати. Карагандинскому региону, Казахстан, Карагандинской области я хотел бы пожелать развития, побольше чемпионов, спортсменов, побольше, чтобы экономически развивались. Все вот те необходимые показатели для того, чтобы людям было комфортно жить и, опять же, в пользу региона Казахстанской страны. И, конечно же, Олимпийские игры. Давайте пожелаем нашим ребятам хорошего, качественного выступления, чтобы они, кто каждый выходил с помоста, с ринга говорил, я сделал всё максимально, а мы, кто смотрим за ними, говорили, да, этот парень сделал максимум всё, что мог. От имени главы региона делегации вручили благодарственное письмо. Впереди их ждала благородная миссия посещения семьи и вручения заветных ключей в посёлках Южный, Карабас и в селе Петровка многодетным матерям. В планах у них посещение музея памяти жертв политических репрессий «Карлак» и нескольких спортивных объектов. Ирина Вобещевич, Шелкар Алтынбеков, Данил Заславский, 5 канал. Собственная крыша над головой. Многодетной семье в посёлке Южный Абайского района прославленные олимпийцы вручили ключи от квартиры. Делегация клуба меценатов и наша съёмочная группа побывала в гостях у новосёлов. В семью Светланы Таймюхановой, матери семерых детей, пришла большая радость. Сами олимпийские чемпионы вручили им ключи от просторной, трёхкомнатной, светлой и тёплой квартиры в посёлке Южный Абайского района. Добровольный союз участников под названием «Джентльменс Клаб», куда входят неравнодушные граждане, в числе которых известные бизнесмены, спортсмены, артисты, имеют за плечами десятилетний опыт благотворительности, теперь добрался до Абайского района. Светлана с мужем проживала до этого времени в съёмной двухкомнатной квартире. Встали на очередь, которая должна была подойти через пять лет. Но тут пришла неожиданная новость. Позвонили с Акимата, сказали, что спонсоры нам купят квартиру. Я не поверила. Женщина долго приходила в себя. Ей поручили самой выбрать квартиру. Выбор пал на эту на улице Ломоносова, 14, недалеко от дома, где жили раньше. Старше у меня 16 лет будет в сентябре, а самому младшему у меня 2,5 года. Ещё есть у меня ребёнок с инвалидностью. Он болел у нас онкологией. Сейчас вот пять лет прошёл, вроде. В этом году первый класс пойдёт. Супруг Светланы работает вахтовым методом. Он тоже до сих пор не верит в то, что теперь у них собственная квартира. Как Аллах посла. Вот мы довольны сейчас. Приобрели вот трёхкомнатную квартиру. Мы очень рады. Дети тоже рады. Так было здоровья всем. Меценаты осуществляли различную помощь на первых порах. Продуктами, установкой датчиков, угарного газа, нуждающимся. Грандиозная работа была проделана в карантинные годы. Теперь решили покупать квартиры. В клубе на сегодня уже около 500 человек, проживающих в различных регионах. Они узнают о наиболее нуждающихся семьях. Собирают средства и приобретают жильё. Я сам житель Абайского района. Я город Абай. И я, прежде чем проявить такую инициативу, я запросил информацию у друзей, у руководства района. И мне предоставили вот семью. Посмотреть, пообщаться и сфотографироваться со звёздными гостями собрались жители улицы. Теперь местные мальчишки будут хвастаться, что у них есть фото с самими Сериком Сапиевым и Ильё Ильиным. Ребята, у кого есть комьюнити, кто уже на ногах, кто успешный, давайте помогать будем. Давайте будем объединяться во благо нашей страны, во благо, чтобы наши дети развивались, чтобы больше было нас. В этот же день квартиру подарили и жительнице посёлка Карабас Абайского района семье Багилы Узаховой. Очень символично для олимпийцев, что такие благие дела они совершают в момент, когда наши спортсмены отстаивают честь страны на Олимпиаде во Франции. Удачу и успехов может пожелать каждый, но мои пожелания – это в своём пике, чтобы они подошли, здоровые и уверенные в своих силах, уверенные в том, что они победят. Тогда они, даже если не победят, они выложатся на 100%, и их будет любить народ за то, что они отдали все силы ради победы. Ирина Вобещевич, Шелкар Алтенбеков, Николай Шевелев, Пятый канал. В обмен на сладости в субботу в Майкудуке прошла необычная экологическая акция. Утилизируя пять пластиковых или стеклянных бутылок, карагандинцы могли получить мороженое. Дарья Чеканина расскажет подробности. Субботним утром в парке Майкудука было многолюдно. Принести пользу окружающей среде и забрать угощение мог каждый желающий. Таких всего за несколько часов собралось пять тысяч человек. В основном дети воодушевляли родителей или приходили с одноклассниками. Я учусь в седьмом гимназии. И я узнал про акцию сенсея Сабини. Это очень отличная акция. Получить мороженое и еще город становится чище. Я учусь в 76-й школе. Об этой акции мне рассказали друзья. Сегодня пришел сюда вместе с ними. Отнес 15 бутылок и получил три порции мороженого. Я думаю, эта акция принесет много пользы для окружающей среды. Я принес около 15 бутылок и получил за это три прекраснейших мороженое. Участвуйте в акции. Город будет чище и приятнее. Экологическое мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Таза Казахстан». Организовано оно при поддержке отдела внутренней политики Акимата города. Планировали принять 50 тысяч стеклянных пластиковых бутылок. С большим количеством людей получилось утилизировать много мусора. Дети очень рады, счастливы. Они приносят больше 200 бутылок. Каждая семья больше 200 бутылок пластиковых, чтобы обменять. Уходят с двумя-тремя пакетами мороженого. Будет продолжаться у нас в точках города, как в Центральном парке, в Парке Победы, перед ДК железнодорожников, ДК молодежный. И планируем ЖБИ и Федорку охватить тоже. Бутылка любимой газировки или сока порадует человека час, но природу побеспокоит на долгие годы. Сотни лет во время разложения пластик нанесет ущерб, выделяя токсичные вещества, отравляя почву, попадая в пищу животных, птиц, рыб. Еще больше негативного воздействия окажут стеклянные тары, отравляя грунты, являясь причиной пожара на протяжении тысячи лет. Благодаря акции карагандинцы значительно улучшили экологическое состояние города, губительные последствия природу миновали. Дарья Чеканина, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев, Пятый канал. Акция «Таза Казахстан» продолжается. На повестке дня – очистка Федоровского водохранилища, которое уже не раз являлось центром внимания для волонтеров. Максим Трезуб продолжит тему. «Таза Казахстан» – акция, целью которой является не просто очистка городов и поселков, но и привлечение внимания населения к проблеме загрязнения природы, охране окружающей среды, поддержанию чистоты и формированию экологической культуры в обществе. Айша Азимбай – волонтер. Девушка с другими волонтерами уже не первый день помогает нашей стране очиститься. Однако, как говорит девушка, если бы у людей культура чистоты была на должном уровне, то и исправлять ничего бы не пришлось. Мы пришли, чтобы наш Казахстан хотя бы стал чуть-чуть чище, так как мы очень любим нашу родину, и призываем всех, чтобы также относились со всей ответственностью к нашей земле. Не ссорите, так как это наша земля, и когда другие люди приходят, и когда люди приходят с других стран, то на самом деле очень стыдно, что мы сами в своей же земле, в своей же стране мусорим. Поэтому надеюсь, что каждый человек будет ответственным. На этот раз волонтеры совместно с представителями различных учебных заведений, сотрудниками Управления природных ресурсов, неравнодушными гражданами и многими другими организовали субботник. Местом проведения стал многострадальный берег Федоровского водохранилища. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о том, что это место чаще остальных попадает под акцию по причине человеческой невоспитанности. Бывают такие случаи, когда мы убираем одни и те же территории, так как там, где убрали, люди обычно, ну, так же продолжают царить. Федоровское водохранилище в основном, да, там неоднократно убирали очень много мусора. Так же, ну, в основном Федоровское водохранилище, да. И вот в очередной раз участники очищают то, что осталось после отдыхающих. По словам руководителя отдела природоохранных программ и регулирования водных ресурсов Шахназара Сейтимова, на месте работ трудятся свыше 80 человек. По окончанию субботника весь мусор будет вывезен в специализированные места. В текущем году по поручению президента республики Казахстан проходит республиканская акция «Казахстан. Чистые берега». В рамках этой акции в городе Караганда организован субботник, где принимает участие более 80 человек, куда входят сотрудники Управления природных ресурсов, Департамента экологии, КГП Караган Сухой Маларе, волонтеры. На сегодняшнем субботнике запланирована очистка от бытового мусора берега городского пляжа. Мусор будет вывезен после завершения субботника. Сотрудники Управления природных ресурсов в очередной раз просят население уважать друг друга и не выкидывать мусор в местах, не предназначенных для этого. Ведь выкинутый сегодня мусор завтра могут подобрать ваши же дети. Художественный шедевр или мультяшная картинка. В центре города появился новый мурал, посвященный 90-летию Караганды. В чем идея и нравится ли он карагандинцам, выясняла Людмила Батюшкина. Мурал в виде многоярусного торта появился в самом центре города, на стене девятиэтажки напротив остановки ЦУМ. На каждом ярусе изображены казахские народные традиции. Встреча родившегося ребенка дома, шеделхана, тусау, кису, перерезание пут, кис, с Узату, обряд проводов невесты, свадьба и от басылок до стархан застолье в кругу семьи. На вершине взрослая пара поджигает свечи на юбилейном торте. Мурал символизирует непрерывность жизни, глубину семьи и преемственность поколений, объяснили свою идею создатели из центра урбанистики. 90 лет в Караганде. Юбилей будет у Караганды. Такая дата единожды, поэтому выбрали этот фасад. Плюс на этом фасаде раньше была всякая разная реклама, разного характера, которая, там, и бекер и так далее. А сейчас здесь на фасаде очень классный красный рисунок, который будет радовать жителей и гостей города. Торт, потому что спонсор Мурала кондитерская. Это подарок городу, объяснили в центре урбанистики. Трудилась над картиной также команда художников АРГ. Жители дома не все поддержали идею, но активисты даже помогали. Завозить. Нужно же было вот это все тяжелюче, вот эти у них сваи, вот это все они же делали, тележку и так далее. Поэтому всяческое содействие, как житель дома, я, конечно, оказала. Потому что нужно было, да, нужно было и поднимать на лифте, а на лифте у нас не все ездят, лифт у нас не специальный, не грузовой. А вот потихоньку все, что мы делали, все мы сделали совместно, можно сказать. Я довольна ребятами, потому что ребята художники, они работали и денно, и ночью. Почему денно, и ночь? Потому что действительно и ночью приходилось им работать, и днем, потому что под палящим солнцем. Но видите, как видите, что Мурал получился шикарный. Карагандинцы отнеслись к Муралу не одинаково. Одни считают, что Мурал украсит город, другие, что он слишком мультяшный, или вообще стены должны быть чистыми. Красиво, нравится? 70 лет в Караганде, надо как-то украшать город, я так думаю. Ну, ребята постарались, я даже не знал, что можно на такой высоте так нарисовать. Специалисты, хорошие специалисты, они узнаваемые лица, близко нет, а сдалека смотрятся. Я любуюсь, постоянно, это же великолепно. Нравится вам или нет? Не очень. Авторы Мурала дали гарантию 3 года, что картинка продержится. Если с ней что-то случится, будут восстанавливать. Но, говорят, Муралы в среднем держатся 10 лет. После, по согласованию с Акиматом, или будут наносить поверх другой Мурал, либо обновят краски на этом. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал. Сегодня на Олимпиаде в Париже на старт выйдет карагандинка Ксения Игнатова. Она проплывет 100 метров на спине, пожелаем ей удачи. Напомним, в субботу сборная Казахстана по стрельбе из пневматической винтовки принесла стране первую бронзу, а дзюдоист Ельдо Сметов завоевал в Париже первое золото. Вторую бронзу в воскресенье взял тоже дзюдоист Гусман Крыксбаев. Он победил соперника из Сербии. Такова информационная картина дня глазами наших корреспондентов. Еще больше новостей на страницах наших социальных сетей. Не забывайте подписываться на наши аккаунты. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова